Неудачный стартап организовали гости столицы. Сразу двоих производителей психотропов задержали сотрудники столичного наркоконтроля. Молодые люди приехали в Минск, можно сказать, за мечной, организовать собственный бизнес. И пойти сообразительные парни решили по пути наименьшего сопротивления. В интернете они нашли рецепт для изготовления наркотиков и тут же принялись за дело. Около полугода гости столицы нарабатывали клиентуру и отлаживали свои кулинарные навыки. Едва бизнес встал на ноги, лавочку прикрыли люди в погонах. В один из таких трудовых будней на пороге ремесленников появились правоохранители. Карина Пашкова продолжит. Первым сотрудники наркоконтроля навестили 27-летнего уроженца Жодина. В столицу он приехал с определенной целью начать свое дело. И после недолгих размышлений молодой человек решил заняться производством курительных смесей. Для этих целей у него дома имелось все необходимое. Необходимые компоненты. Психотропное вещество альфа-ПВП, также ацетон, химические соединения. Также имелись копы, лейки, необходимые лампы, насос и иные приспособления. Помимо всех необходимых приспособлений и прекурсоров для производства ядовитого зелья в жилище дилера хранился и уже готовый наркотик. Всего полтора килограмма психотропа. Это около шести тысяч доз. По оценке специалистов, один грамм порошка на черном рынке стоит примерно миллион рублей. Еще одного любителя легкой наживы правоохранители задержали буквально часом позже. 24-летний молодой человек организовал у себя в квартире настоящую лабораторию по производству основы для курительных смесей. Всего у парня сотрудники милиции нашли около 70 граммов смертельного порошка. Часть товара молодой человек уже успел передать распространителям. Они-то и оставили наркотик в тайниках. Однако до основного потребителя порошок так и не дошел. Первыми на место закладок прибыли милиционеры. В итоге было изъято еще 30 свертков с опасным порошком. По данным фактам уже возбуждены уголовные дела за незаконный оборот наркотиков. Санкция статьи предусматривает наказание до 13 лет лишения свободы.